Приветствую вас! Немножечко странная получается ситуация. Вы говорите о том, что родители вашего мужа делают по отношению к ребенку то, что вы считаете неприемлемым. Вы говорите о том, что происходит это, когда мужа нет. Вы говорите о том, что муж поддерживает вас. Вы говорите о том, что происходит это тогда, когда вы приезжаете с ребенком вдвоем без мужа. Значит, сейчас, в гости. В гости. Возникает вопрос, если муж вас поддерживает и если родители мужа к вам не прислушиваются, то первое, зачем вы приезжаете к ним в гости? Одна с ребенком. Ведь это приезд в гости. Это не какая-то деловая встреча. Это не какое-то необходимое совещание. Это именно гости. Так зачем? Зачем вы к ним приезжаете? Какая такая необходимость приезжать в гости вдвоем с ребенком? Может быть, вы целенаправленно делаете это? Может быть, вы подсознательно хотите, чтобы родители мужа вас унизили и показали вам, что вы беспомощны, что вы ничего не можете? Может быть, вы считаете, что вы плохая мама? Опять же, я опираюсь только на ваши слова, на текст. Вы не говорите, что родители там требуют, например, видеть своего внука, да? Вы не говорите, что это прям вот нет выхода, да? Вы не говорите, вы просто говорите, что я приезжаю в гости. Но зачем? Мотив какой? Понятно, что вы можете сказать, ну как же они, дедушка и бабушка, они же должны видеть своего внука, да? И так далее. Иначе они обидятся. Так-то оно так. Но смотрите, какая штука. Вы, если даже вас волнует то, что они могут обидеться, то вас не волнует то, что чувствуете вы. То есть, беря ответственность за других, за, например, дедушку и бабочку, вы не берете ответственность за себя. И это вопрос. Почему? Другой момент. Есть ли реальный вред от того, что делают родители, мужа вашему ребенку? Ну, прямо-таки вот реальный вред. Да, понятно, они дают ему то, что вам запретил врач. Это понятно. Но реальный вред есть, чтобы прямо показать, что вот посмотрите, к чему привело то, что вы делали. То есть, как бы откровенный вред ребенку. На что можно было бы опереться при, например, ведении диалога. Если вреда нет, то не надумано ли то, что вы говорите? А если вред есть, то почему вы продолжаете его терпеть? Понимаете? То есть, когда вы приезжаете в гости к кому-то, когда вы садитесь в машине, ну, с другими людьми, понятно, что вы играете по их правилам. Если они, например, считают, что не нужно детское кресло, то они его и не ставят. Но с другой стороны, насколько я знаю, передвижение без детского кресла является правонарушением. И их могут за это штрафовать. То есть, получается, что либо вас никогда не штрафовали, и это несколько странно. Либо они ездят только там, где нету, соответственно, полиции. Ну, либо здесь еще есть какие-то нюансы, о которых вы мне рассказали. Опять же, вы подвергаете жизнь своего ребенка, получается, опасности. Ради чего? Ради того, чтобы побыть в гостях? Или ради того, чтобы не обиделись родители мужа? Тут как бы вопрос приоритетов. Дальше. Ну, вот они делают так, как они хотят. Они делают это, и что делаете вы в ответ? Они говорят, что им виднее виднее. Хорошо. Но, допустим, если они везут вас и вашего ребенка в машине без кресла, то получается, что вы это терпите, вы с этим меритесь. Вы же не выходите из машины и не говорите им остановить машину. Они же не будут вас насильно удерживать в машине, правильно? То есть, человек, который имеет личные границы, который не приемлет для себя определенное поведение, он либо просит людей так не делать, либо полностью исключает с ними всяческий контакт. Ну, например, вы мать, и вы говорите, что моему ребенку нужно кресло детское, да, машину. Родители смеются, говорят, что им виднее, и, соответственно, начинают везти вас так. Вы везливо говорите, пожалуйста, остановите машину, мне нужно выйти. Я не думаю, что они будут вас удерживать. Если они будут вас удерживать, это уже совсем уж открытая конфронтация, да. Вы выходите из машины, забираете ребенка и, соответственно, идете домой и уезжаете опять же к себе. Вот и все. При этом все это происходит везливо, спокойно, улыбаясь, как будто все в порядке. Именно так поступают люди, у которых простроены личные границы. Но вы по какой-то причине продолжаете это терпеть. Вы поймите, что людей, тем более пожилых, какими являются родители вашего мужа, вам не переделать, в любом случае. И все это нужно, это показать людям, что у них твердая позиция, и у вас тоже твердая позиция. И все. И либо эти люди примут вас со своей позиции, естественно, постепенно, либо нет. Либо вы будете с ними общаться, либо нет. Моя коллега правильно сказала, что нужно быть вежливой, доброжелательной, но при этом, если вы видите, что есть откровенный вред, то это серьезно, и этого нельзя допускать. Не потому, что родители мужа плохие. Вот что нужно сделать, да, это отказаться от оценочных суждений. То есть никто не плохой. Никто, никто не поступает неправильно. Каждый поступает так, как он считает нужным. Но если есть вероятность вреда, нанесения, да, нанесения вреда, и человек не хочет принимать во внимание эту вероятность, это его право. Но ваше право сделать так, чтобы этого вреда не было. Понимаете? Вот и все. Дальше. Ну, опять же, есть такой дежурный немножечко вопрос по поводу того, вот вы упомянули, да, границы, личные границы. Вот, что вы понимаете под личными границами? Как вы их понимаете? Что это, по вашему мнению, да? Соответственно, ну, если вы используете это выражение, значит, наверное, вы понимаете его смысл. Вот. Поскольку личные границы, это термин, ну, есть, как бы, понимание личных границ бытовое, есть понимание личных границ психологического. Ну, хотелось бы узнать, какое понимание личных границ у вас. Далее. Если муж поддерживает вас, как он говорит, что он сделал для того, чтобы такая ситуация не повторялась? Ведь по факту это и его ребёнок тоже. По факту это и его родители, с которыми именно он должен разговаривать, чтобы с вами считались без него, ну, в его отсутствии. Что сделал муж, чтобы этого не было? Почему, например, он отпускает вас одну в гости к родителям, зная, что они подвергают вашего ребёнка опасности, а вас унижают? Кстати, а то, что они делают, касается только вашего ребёнка или вас тоже? Тут могут быть нюансы определённые касательно, ну, восприятия детей. То есть, грубо говоря, родители мужа, они могут просто хотеть вновь почувствовать себя папой и мамой. То есть, муж ваш, он вырос, и он перестал быть их ребёнком в буквальном смысле слова. А на вашем ребёнке они, так скажем, отыгрывают свою потребность быть родителями. В этом случае тут возможны корректировки. Вот. Но, тем не менее, вопрос, насколько, какая степень распространения подобного отношения тоже остаётся очень, очень и очень важным. Далее, ну, знаете, опять же, моя коллега, она сказала, что вы, вероятно, где-то в начале отношений не смогли наладить контакт с семьёй мужа. Ну, другое дело, что вы и не должны были этого делать, ибо вы живёте всегда с мужем, как бы, а не с его семьёй. Вот. Но это уже детали. Так вот. Если вы не смогли наладить контакт, если это действительно так, ну, то есть, если действительно были какие-то проблемы, тёрки, либо отдалённых была, вот. То можно вызвать, эээ, дедочку и бабочку на разговор. Либо вы одна, либо вы можете вызвать того, кто у них занимает первое место, ну, то есть, я имею в виду, кто лидер в паре, эээ, родителей мужа. И поговорить с ними, с ним, с лидером. То есть, почему такое отношение? Что вы имеете в виду против, эээ, что вы имеете против меня? Эээ, почему вы говорите, что вам виднее? Почему вы позволяете подвергать своего же внука опасности? Это, это, эээ, опять же, такой спокойный, эээ, вежливый, да, то есть, без, эээ, переходов на личности, эээ, диалог. Целью которого стоит выяснение причин и отношения к вам. И после того, как вы увидите, эээ, как, например, видит вас, эээ, родитель мужа, да, ну, лидер, эээ, вы сможете поговорить с ним об этом. И либо постараться исправить его мнение о вас, если он хочет, родитель, если он готов менять, эээ, мнение о вас, если он готов признать, что оно ошибочно, либо нет. И если вы видите, что человек мнение готов, эээ, мнение не готов менять, то в этом случае ничего не поделать. Его нужно просто принимать и всё. Но это совершенно не повод, эээ, допускать, эээ, ну, возможность нанесения вреда ребёнку, ребёнку вашему. Ну вот, это совершенно не означает того, что вы должны, эээ, ну, терпеть унижение. То есть, да, одно дело, если вы оказываетесь в ситуации, когда, ну, вот, нет выхода, да, то есть, ну, нужно что-то сделать. Это одно. И другое дело, когда у вас есть выбор, приезжать в гости или не приезжать. Если есть необходимость, ну, то есть, вы скажете, вот, я должна, то это уже, как бы, момент, то есть, у вас установка идёт, что вы должны. И здесь важно поставить вопрос. А так ли вы должны ездить в гости? Какая насущная потребность, эээ, в этом? Оправдывают ли родители мужа, эээ, звание дедушки и бабушки? По факту. По факту. Понимаете? Ух ты. Я полагаю, что вот эти вопросы, эти моменты вам нужно переосмыслить самой, либо с помощью психолога. И тогда уже принять более взвешенные решения относительно того, как вы будете взаимодействовать и с родителями мужа, и со своим мужем. Потому что, эээ, у меня складывается такое ощущение, что его позиция, она, во многом, эээ, голословная. Ну, опять же, опять же, я могу ошибаться, может быть и не голословная. Но, тем не менее. И вы сможете сами уже выстраивать свою модель поведения. Так, чтобы не давать себя в обиду ребенка и не подвергать здоровью ребенка опасности. Ну, опять же, опять же, опять же, нужно увидеть, эээ, реальная ли это угроза. То есть, если в случае с креслом, эээ, мне, эээ, в целом, эээ, все понятно. Вот. Эээ, что, как бы, в случае, например, с эээ, ну, запретом врачей на что-либо, на какие-либо продукты. Ну, это, эээ, вызывает все равно вопрос определенный. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались, эээ, дополнительные вопросы, эээ, пишите, эээ, в личку. Я буду рад вам помочь. Это, эээ, синяя кнопочка, обсудить, эээ, с экспертом. А если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. И удачи. И удачи.